Наши предки в зимнее время, когда наступала пора отдохнуть от забот, времени не теряли. Несмотря на долгие и снежные зимы, на Руси существовало множество забав и игр. О лучших из них вы узнаете сегодня в программе СИЮН «Зов сердца». На Руси большинство населения занималось сельским хозяйством, которое в холодное время останавливалось. Конечно, зимой тоже надо было кушать, кормить скот, что-то мастерить по дому, но труд на земле прекращался практически на полгода. Поэтому и придумал народ зимние забавы – способ развлечь себя в долгое и холодное время года. Многие из этих забав не утратили актуальности и по сегодняшний день. Наши прапрабабушки и прадедушки, в отличие от нынешней молодежи, знакомились не в интернете, а на улице, устраивая там веселые игры. Например, одна из них – коняшки. Кстати, игра имеет много разных названий. В каждом регионе на Руси ее называли по-своему – «Клонники», «Битва» или «Всадники». Она проходила по следующему сценарию. Все игроки разделялись попарно. Парень – девушка на два одинаковых войска. Парни выступали в роли коней, а девушки – в роли всадниц. Основная цель игры – самому удержаться на ногах или в седле и при этом заставить своего противника потерять равновесие. Выигрывала та пара, которая дольше всех удержалась на ногах. Еще одна зимняя забава – взятие снежного городка. Вот уж где было разгуляться русской удали и силушки. Эта забава была любимым развлечением на Масленицу. Для ее проведения сооружалась снежная крепость. Одни участники ее защищали, другие стремились ее захватить, то есть разрушить. Во взятие крепости участвовали мужчины, вооруженные дубинами и выседающие на лошадях. Защитники тоже были ненаблюдателями. Ход шли любые ударные подручные средства – метлы, лопаты, палки. На стороне защитников можно было увидеть и женские лица. Еще одна спортивная забава, в которой можно и сегодня поучаствовать – это доставание призов с высокого столба. Приз всегда был ценным, и желающих его достать было немало. От участников требовалось умение, ловкость, сила и выносливость. А наградой и усилий была радость от достижения желанной цели. В покорении вершины принимали участие только мужчины. А их добычей становились сапоги, отрезы материи или рубаха. Кто из нас не катался зимой на санках? Катание на санках – излюбленная забава детворы и молодежи. В сельской местности горками становились высокие речные берега. А в городах заливали водой естественные возвышения или сооружали деревянные горки. Обычно горки достигали до 8 метров, но были горки и повыше. Рекордсменом стала горка купца Познякова высотой 26 метров. Катались горок не только на санях, но и на салазках, шкурках, досках, даже на маленьких скамейках, опрокинутых ножками вверх. Наиболее отчаянные молодцы катались на ногах. В городах горки обязательно украшались и освещались в вечернее время. Также излюбленным зимним увлечением было катание на санях, запряженных лошадьми. С утра веселое катание устраивало молодежь, а к вечеру выезжали семейные пары и люди, скажем так, зрелого возраста. Украшали сбрую коней, доставая для этого случая из сундуков цветные лоскуты ткани, металлические бляшки, кожаные кисточки, а на раскрашенную дугу подвешивали колокольчики, бубенцы, цветные банты. Катались песнями под заливистую гармонь, звоном бубенцов и веселым смехом. А еще наши предки водили хороводы. Это не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Движения по ходу солнца берут свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ-славян, поклонявшихся могущественному богу солнца Ериле. Хоровод – это своеобразный символ красоты, движения, окружающего мир и, наконец, красоты человеческой. Как любили говорить наши предки, улица широка, хороводу простор. С турмой ходить, не хороводы водить. Часто хоровод представлял собой выставку невест, где парни высматривали себе будущую жену. Пословица предупреждала от поспешности такого выбора – выбирай себе жену не в хороводе, а в огороде. На Руси старикам и в голову не приходило обвинить молодежь в пустой трате времени, ведь все игры были направлены на то, чтобы найти свою вторую половинку. Кроме подвижных забав на улице, молодежь собиралась в домах и устраивала там посиделки. Их еще по-другому называли супрядки. Кстати, в них участвовали только незамужние девушки и неженатые парни. Для посиделок выбиралась какая-нибудь вместительная изба, где хозяйка была пожилая женщина, чаще всего вдова. Ей платили собранные в складщину деньги, приносили с собой семечки и всякую выпечку. Их хозяйка обязана была накрывать на стол, ставить самовар, но не вмешивалась в процесс. Сначала собирались девушки. Они приносили с собой пряжу, иногда шитье и принимались выполнять заданную родителями работу. Это задание надо было выполнить обязательно, иначе в другой раз не пустят на посиделки. Чтобы веселее шла работа, девушки пели песни. Белый лебедь летал, белый лебедь летал, лебедушку выкликал. Белый лебедь летал, лебедушку выкликал, лебедушка выходила, со лебедем говорила. Когда работа заканчивалась, появлялись парни. Ой, не были мы в Москве. Можно к вам? Можно. Ой, кто к нам пришел? И тут начиналось самое веселье. Ребята усаживались на лавке и играли в поцелуйные игры. Одна из них – «Целуй, девка молодца». Все участницы, девицы и юноши, встановились в круг, лицом друг к другу. Ведущий игры вставал в центр круга. Ему завязывали глаза, и все начинали движение. Ведущий в одну сторону, а сам круг в другую. Все участники игры напевали песню. Саружки потеряла, две сережки, две сережки, два кольца. Целуй, девка молодца. С ведущего снималась повязка для глаз, и он видел девушку, которая должна была его поцеловать. Во время посиделок соблюдались определенные правила и нормы поведения. Например, накануне Великого поста пели только духовные песни. Шалостей никаких не дозволялось. Парни приходили на посиделки только как наблюдатели. Вот такие они, народные забавы. Может быть и сейчас стоит оторваться от интернета и выйти на улицу, вспомнить игры наших прабабушек и прадедушек. Это была программа СИЮ, Зов сердца. Встретимся ровно через неделю.